Крэкер 8.8.1 Крэкер 9.8.1 Я буду просто стоять на центре, отстреливать всех, кого увижу, а потом в зависимости от ситуации, либо поеду сбивать базу, либо поеду базу захватывать. Здесь я знаю, что спрятался Т-10, но где он сидит и откуда он вылезет в следующий раз, я не знаю. Поэтому будем его ждать, спешить некуда. Если мы полезем вперед, то можем уткнуться на противника. Либо есть еще вариант, это подождать, когда основные силы противника засветятся где-нибудь, чтобы определить, где враги и сколько их. Вот, как видите, я отбил снаряд Т-10 и при этом сам нанес я урон. Сейчас я подожду, пока вылезет лево. Нет, не вылезет. Так, ну значит надо там ФЦМ, а что там ФВ. Ну ладно, мы с ним справимся. Откуда-то оттуда накидывает вполне ЛТ-шка. Ну, наверное, ФВ не такой дурак, чтобы выезжать еще раз с этим же самым местом. Я вижу, что противники потихоньку смещаются, поэтому есть шанс зайти к ним с тыла. В общем, Т-10 носитель грозной пушки, и его нужно убирать как можно скорее. Тянуть с этим не стоит. Ну и, конечно же, магия шотных танков. Пока у него есть ХП, вы у него попадаете, как только нет ХП, вы не можете с ним справиться. Со мной тоже такое было. Ну вот, я нахватался уже от этого шотного Т-10. И сейчас нужно делать что-то дальше. Нужно помогать нашему ИСу. Там где-то тигр был. Пантера вторая. Я на ХД. А вот и тигр. Я думаю, Пантере я не по зубам. Она, если даже и по зубам, то орудие не наносит так много урона. Как для него было бы хорошо. Тут я пойду на Таран, наверное, сниму немножечко ХП. Пусть ходит 13, но все равно. Отлично, с ним справились. Теперь наш главный враг это тигр. Давай, пушка, заряжайся. Ну же, понятно. Все в лучших традициях. Так, ну уже три фрага есть. Уже не зря скатался, можно сказать. Ремонтируем башню. Башня нам нужна. Вращение башни и без того не самое быстрое. Поэтому ускорить это хуже не будет. Где-то вражеские ПТшки. А, ну они, понятное дело, возле базы. Поэтому держим курс туда. Очки прочности еще вроде есть. Да и на броню, в общем, рассчитывать можно. Хотя тут такие ПТшки, что... Ну, да, я думаю, на броню рассчитывать можно. Не обязательно, что не все меня будут прям пробивать. Нет, если уж поставил цель ехать на базу, значит надо ехать на базу. Тут наши сами справятся. А, так я не углядел. Ису, оказывается, к нам уже подъехал. А ну с ней разобрались быстро. Да, динамика у меня не самая хорошая. Поэтому пока я доеду до вражеской базы, бой уже может закончиться. Но, в целом, если вот так вот судить, то на девятом уровне играть, наверное, лучше всего. Лучше всего и интереснее. Почему? Потому что девятые уровни очень часто балансят в топ. В то время как какие-нибудь там, я не знаю, десятки... Ну, все, я тут уже слился, мне кажется. В то время как десятки забрасывают в топ крайне редко. Десятки, простите, восьмерки, восьмерки. Забрасывают в топ крайне редко. А десятки забрасывают в бои только к десятом уровню. Чаще всего. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока.